Продолжение следует... 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 Мы решили, чтобы они не забыли трехочковый баскет, но они наказали нас обычными очками. Я очень доволен, потому что команда еще развивается, и даже так мы могли победить уже построенную команду. Сегодня самое важное было победить, мы могли это делать, иногда мы играли очень хорошо. И потом, когда игра стала сложной, мы смогли сдержать сильный ум, и победили. Пожалуйста, еще. Сколько тренер знаком с историей противостояния Оренбурга и Курска, и прочувствовала ли он это на себе? Да, я знаю. Да, я знаю. У меня история команды, и тоже тренеры знакомы. Но, и как бы, да, я чувствовал, что это было так на матче. Да. И наши фанатики тоже очень много нас поддерживали, и думаю, это нам помогло выиграть матч. После уверенного старта двух разгромных побед, выяснили проблемы в Казани. Вот пару слов скажите, что, в частности, есть сложности были матчи именно с Казаночкой, потому как на бумаге это явный аутсайдер был. Да. После двух победных побед, они хотят узнать комментарии о Казань. Плюсон? То есть, по calendанию, они первый минут и не должны понимать, почему. Казань не была нормой休息. Команда не была в самом лучшем состоянии, но после третьего четверка мы уже как начали хорошо играть, стали лучше играть. И мы продолжали в конце концов. И так поддержали разница очков до конца матча. На первой четверке они оставили очень много очков, но на третьей четверке мы защитили очень хорошо. Это было наоборот. Это было наоборот. Это было наоборот. Это было на первой четверке плохо играть и потом стали лучше. Если было наоборот, то на первой четверке играли лучше, а потом команда противника улучшилась в бою игру. Но дальше, когда команда будет в поле, мы будем играть все четыре четверки на поле. Я очень доволен психологической силой команды. Хотя мы еще не в поле состава, они смогли побеждать каждую игру, в которой мы играли. Сейчас у вас достаточно широкая ротация, задействует максимальное количество игроков. Скажите, когда вот приедет Агвумики и Круз, у вас также будете широко ротировать состав? Или все-таки, как у нас было в прошлых сезонах, будут играть только сильнейшие? Сейчас играют много игроков, то есть 10-12. Приедут две звезды наши главные и будут играть тоже много игроков, то есть активная ротация. Они будут выходить одни или другие, или все-таки буквально пять-семь игроков, то есть короткая скамейка. Когда lleguen las dos игроков más importantes, если у вас будет игроков, то есть 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 игроков. Нет, в поле, в поле не можно играть. Только в США играют 12 игроков. Только в США играют 10 игроков. Как бы мне привели, чтобы я мог улучшить результаты прошлого года, и так мы будем поступать. Есть компетенции и партнеры, есть Европа, Лига Русская, Копа Русская... Есть три компетенции, с различными партнерами. И в зависимости от партнеров, то есть у них будет больше ротации или меньше. Но мы будем играть с 8-9 игроков. Ну, как бы у нас есть Евролига, тоже Кубок России. Ну, достаточно будет матчов, чтобы они все играли, но... Наша цель будет улучшить результаты прошлого года, так мы будем играть с 9-8 игроков. Ну, сезон очень длинный, поэтому, думаю, будет шансов игроков помочь командой, и всех будут играть, когда им нужно играть. Когда два испанских наставников встречаются в Нерадной Испании, этот матч считается особенным, принципиальным. Когда два тренера испанчала себя в городе, не в Испании, как в сегодняшнем игре, вы думаете, что этот игроков это специально, или какие ваши впечатления? Играть с другим тренером из Испании не имеет, как бы, свою особенность. Ну, я думаю, в этом матче самая особенность была история между Динамо и Эдинбург. Все? Спасибо. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо. 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 Я не хочу. ну что ж новичок курского динамо энджел маккутри энджел поздравляем вас с уверенным дебютом с победой ваши впечатления о сегодняшнем матче и она все-таки рано говорит об уровне соперника и российского чемпионата она говорит что команда оренбурга достаточно хорошая команда команда уровня евролиги и что мы смогли была вели хорошая игра потому что мы могли их победить участвуя все вместе всей команды еще опечатление о самой россии курске я хотела бы хотелось бы увидеть больше она говорит что никогда не была в москве и хотелось бы как можно больше узнать о россии побывать по больших местах какие вы слова по-русски уже выучили и нет языков именно барьера в команде все таки все девчонки в команде говорят на хорошем английском а единственное что нужно это выучить русский она знает два слова привет и спасибо она говорит хотелось бы взять уроки пока она здесь хотелось бы спросить вот тот эпизод когда в конце она потеряла мяч и когда пошли судьи просматривать видео вот об этом эпизоде что она думает комитет она говорит что она почувствовала что игрок тронул мяч она об этом сказала судье но поскольку выиграли не имеет значения какое было решение судьи это еще один момент для того чтобы получить опыт и в следующий раз она не допустит такой ошибки еще вопрос есть прогноз на финал женской кто поменит кто вы думаете победит Л.А. Лос-Анджелес Лос-Анджелес все спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok